31 мая 2023 год утро время где-то еще нет 10 часов утра я ходила на анализы стала рано 7 часов утра поликлиника здесь в центре но практически все в центре если живешь недалеко но я живу не так далеко пешком можно ходить две остановки до октября в общем-то я пешком и хожу если не тороплюсь тепло но правда пасмурно пока чуть-чуть дождь моросит за что я люблю ялту за то что она малюсенькая если живешь не где-то там он далеко в горах там никита вон там он уже ничего не видно вон там вот там вале туманова жила царство небесное если живешь не где-то далеко я считаю что я живу недалеко то одно удовольствие жить в ялте не надо ездить на автобусах номер на маршрутках на маленьких тесно все я езжу только на троллейбусе сходишь поликлинику погуляешь по набережной сходишь суд погуляешь по набережной сходишь прокуратура погуляешь на набережной и так далее и каждый раз я гуляю по набережной возле моря потому что даже в ялте воздух загазованный на московской на киевской где каждый день хожу поэтому я люблю возле моря гулять да очень уютный городок и училась когда я здесь тоже в центре гуманитарный университет тоже очень удобно посидишь на паре погуляешь на набережной замечательный городок да все все тут рядом милиция на морской библиотека на морской я библиотеки давно уже не была на в общем то как начала судиться с этим с этой властью а это все органы власти всякие фссп и так далее коммунальщики как начала с ними судиться так все жизнь моя уже закончилась нормально очень комфортный городок для проживания особенно на пенсии просто изумительный я думаю что я вот выдерживаю стресс а стресс у меня огромнейший 7 месяцев я сижу без пенсии пенсию тысяч 13 получала прожиточный минимум тысяч двенадцать мне даже прожиточный минимум не платит хотя обязана по закону но вы же знаете что в россии законы никто не выполняет и вот до сих пор сужусь и вот только благодаря свежим морскому воздуху и прогулкам я еще держусь дай бог продержаться до окончания войны